Добрый вечер, господин президент, добрый вечер, президент Путин. Большое спасибо, что принимаете радио Европа-1 и канал ТФ-1 в вашей резиденции в Сочи. Для этой исключительной беседы в четверг вечером вас будет принимать президент Франсуа Оланд в Елисейском дворце. И на следующий день вы будете участвовать в церемониях по 70-летию высадки союзников. Вы впервые отправитесь на пляжи Нормандии, впервые президент России будет участвовать в этих церемониях. И какие чувства у вас это вызывает, как у гражданина России это приглашение на исключительную церемонию? Это важное событие в жизни Европы, да и всего мира. Мы будем отдавать дань уважения тем, кто не позволил нацизму поработить европейские страны. И думается, что участие России в этом мероприятии является знаковым. Имею в виду, что Россия, страны антигитлеровской коалиции, Франция в том числе, были союзниками в этой борьбе за свободу. И наша страна сыграла важнейшую, если не решающую роль в победе над фашизмом. Но мы никогда не забудем и бойцов французского сопротивления, никогда не забудем тех, кто на советско-немецком фронте, на так называемом Восточном фронте, сражался вместе с нами, с числа граждан Франции. Мне кажется, что это то, что должно нам напоминать о прошлом, но способствовать выстраиванию отношений сегодня и помогать нам строить наши отношения в будущем. И как раз вместе с Россией, естественно, у вас достойное место на пляжах Нормандии. До 40 лет вы жили в Советском Союзе. Вы видели, как он распался, и вы активно участвовали в возрождении России. Что вы хотите, к чему вы стремитесь? И ваша стратегия российского пути – это стратегия диалога или экспансионизма и завоеваний? Ну, конечно, не может быть в современном мире будущего политики, которая основана на экспансионизме и каких-то завоеваниях. Разумеется, речь идет о том, что Россия в современном мире и в будущем может быть и должна быть партнером для наших традиционных стран-союзников в широком смысле этого слова. Мы этого хотим, и к этому всегда будем стремиться. По-другому мы себе и не мыслим отношения с нашими соседями и со всеми странами мира. Вы хотите быть защитником российской нации или символом российского национализма, российской империи. И мы знаем, что вы сказали, когда рухнул Советский Союз, вы сказали, что это была самая страшная геополитическая катастрофа XX века. И вы сказали, что тот, кто не сожалеет о распаде Советского Союза, у него нет души, но тот, кто хочет его восстановить, у него нет разума. У вас есть разум. Что вы предлагаете, российский национализм или империю России в прошлых границах? Ни российского национализма мы не будем поддерживать, ни империю не собираемся возрождать. Когда я говорил о том, что распад Советского Союза был одной из самых крупных гуманитарных катастроф, гуманитарных, прежде всего, катастроф XX века, имел в виду что? Что в рамках Советского Союза все граждане, вне зависимости от этнической принадлежности, жили в одном едином государстве. А после распада СССР 25 миллионов русских людей неожиданно для себя вдруг оказались за границей. И вот это настоящая гуманитарная катастрофа. Это не политическая, не идеологическая катастрофа. Это чисто гуманитарная проблема. Оказались разрезанными семьи, люди остались без работы. Вот в этом, без средств существования, без возможности нормально общаться друг с другом, в этом проблема. Но в том, что касается будущего, вы хотите восстановить империю в прошлых границах? Или вы хотите продолжать развивать свою страну в своих границах? Мы хотим, чтобы и мы, так же, как и другие страны во многих регионах мира, использовали современные средства повышения своей конкурентоспособности, в том числе путем экономической интеграции. Что мы делаем на постсоветском пространстве в рамках Таможенного Союза и сейчас Евразийского Союза? Итак, господин Путин, мы сейчас с вами разговариваем, а соседняя страна, Украина, переживает настоящую войну. Это нельзя назвать по-другому. И сейчас прорусские силы хотят нарушить границы Украины. Кто их остановит и чего вы хотите? Вы знаете, я бы не называл их никакие ни прорусские, ни проукраинские. Есть люди, которые имеют определенные права, политические права, гуманитарные права, и они должны иметь возможность эти права реализовать. Вот на Украине до сих пор все, допустим, губернаторы назначались исключительно из столицы. После того, как совершен был антиконституционный переворот в Киеве в феврале этого года, первое, что сделали новые власти, заявили об отмене прав национальных меньшинств на использование родного языка. Вот все это вызвало большую тревогу у людей, которые живут на Украине. И вы этого не допустили, но вы хотите сказать, что мы сейчас вступаем в новую фазу холодной войны? Во-первых, мы, надеюсь, не вступаем ни в какую новую фазу какой-то холодной войны. А во-вторых, я настаиваю на этом. Люди, где бы они ни проживали, имеют определенные права и должны иметь возможность эти права отстаивать. Вот только в этом дело. Но есть ли опасность войны? Сейчас, в этот момент, мы видим танки, которые едут из Киева. Этот вопрос задают себе многие французы. Есть ли у вас искушение, появлялось ли у вас искушение войти в Восточную Украину, ввести туда войска? Вот у нас интервью, оно предполагает короткие вопросы, короткие ответы. Но если вы наберетесь терпения и дадите мне одну минуту, я в течение минуты скажу, как мы это видим. А видим мы это следующим образом. Что произошло? Был конфликт, возник конфликт на основе того, что украинский бывший президент отказался подписывать соглашение с Евросоюзом об ассоциации. И Россия занимала по этому вопросу определенную позицию. Мы считали, что в том виде, в котором предлагался этот документ, его подписывают действительно нецелесообразно. И это нанесет в том числе России определенный экономический ущерб. Имею в виду, что у нас с Украиной 390 различных экономических соглашений, и Украина является членом зоны свободной торговли в рамках СНГ. И мы не могли в таком же режиме, как с членом зоны свободной торговли, дальше поддерживать с Украиной экономические отношения. И мы об этом говорили и спорили с нашими европейскими партнерами. Вместо того, чтобы продолжать с нами этот спор легитимными, дипломатическими средствами, наши европейские друзья и друзья из Соединенных Штатов поддержали антиконституционный вооруженный захват власти. Вот что произошло. Мы не создавали этого кризиса. Мы были противниками такого развития событий. Но после того, как произошел антиконституционный переворот, надо это признать в конце концов. Но сегодня климат напряженности, и на фоне этого вы будете в Нормандии говорить о мире, а Барак Обама в то же время говорит, что нужно вооружаться в Европе. Замечательно. Надо всегда говорить о мире. Нужно понимать, в чем причина и суть кризиса. Так вот, суть как раз в этом нельзя нигде, а особенно на постсоветском пространстве, где не сложившиеся еще государственные структуры, приводить к власти какие бы то ни было политические силы с помощью вооруженного переворота, антиконституционного. Вот когда это произошло, то часть людей это признала и порадовалась. А часть людей, скажем, на востоке и юге Украины с этим не хочет смириться. И нужно вести переговоры с теми людьми, которые не приняли этого переворота, а не посылать к ним танки, как вы об этом сказали. И не расстреливать мирных граждан с самолета, нанося ракетно-бомбовые удары по мирным объектам. Но господин президент США и Белый дом говорят о том, что у них есть доказательства того, что Россия вмешалась в ситуацию на Украине, направляла туда свои вооруженные формирования и поставляла оружие. У них есть доказательства. Вы верите в то, что... Если у них есть доказательства, то пусть они их представят. Мы видели, весь мир видел, как госсекретарь Соединенных Штатов демонстрировал в совбезе доказательства того, что в Ираке есть оружие массового уничтожения, помахивая пробиркой с каким-то стиральным порошком. В конце концов, войска Соединенных Штатов вошли в Ирак, повесили Саддама Хусейна, а потом выяснилось, что никаких средств массового уничтожения в Ираке не было и нет. Поэтому, вы знаете, говорить это одно, а иметь доказательства это совершенно другое. Я вам еще раз говорю, никаких вооруженных сил российских... То есть они врут сейчас, американцы? Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет. Вы не хотите присоединить к себе Украину, и вы никогда не пытались дестабилизировать ситуацию там? Мы этим никогда не занимались и не занимаемся. Украинским властям сегодняшним нужно наладить диалог со своим собственным населением. И не с помощью оружия, танков, самолетов и вертолетов, а с помощью переговорного процесса. Новый президент Украины избран демократическим путем 25 мая. Это господин Порошенко. Признаете ли вы его легитимность? Я уже говорил об этом, хочу повторить. Мы с уважением будем относиться и относимся к выбору украинского народа. И будем работать с украинскими властями. То есть вы, если встретитесь с ним 6 июня на пляжах Нормандии, и если президент Франсуа Алант поможет тому, чтобы эта встреча состоялась, вы пожмете ему руку? Вы будете с ним говорить? Вы знаете, я не собираюсь ни от кого бегать. Президент Алант был настолько любезен, что пригласил меня как представителя России на эти торжественные мероприятия. Трагические, печальные и в то же время торжественные. Я с удовольствием принимаю это приглашение и благодарен президенту за его жест. Но там есть и другие гости. Я не собираюсь ни от кого бегать и буду, конечно, со всеми общаться. Но вы встретились с Порошенко. Вы сказали, что вы сможете работать с ним, но при условии, что он не будет под слишком сильным влиянием США. Я так не говорил. Я так не говорил, что он не должен быть под сильным влиянием США. Он может находиться под влиянием кого угодно. За него люди проголосовали. Его выбор – это его выбор, как встроить свою политику. Если он хочет находиться под сильным влиянием кого бы то ни было, пусть находится. Но признаете ли вы суверенитет Украины и ее нейтральность в отношениях между Россией и Западом? Конечно. И мы признаем и суверенитет. И более того, мы бы, наоборот, очень бы хотели, чтобы Украина и ощущала себя суверенным государством. Ведь вхождение в любые военные блоки, в любые такие жесткие интеграционные объединения означают потерю известной степени суверенитета. Но если страна выбирает такой путь и хочет потерять часть своей суверенитета и ее дело, то, конечно, нас это не может не беспокоить. Потому что в этом случае, если, скажем, Украина присоединяется к НАТО, инфраструктура военная вплотную подходит к российским границам. И мы не можем быть к этому безразличными. Господин президент, российские войска аннексировали Крым несколько недель назад. Вернете ли вы его? Это заблуждение, что российские войска аннексировали Крым. Российские войска ничего не аннексировали. Не буду скрывать. Но Крым сейчас появляется, рисует на карте России, как рисовали раньше в школе. Это часть России, это аннексия, это возвращение. Какое слово нужно использовать? Если вы позволите мне закончить фразу, то, мне кажется, будет понятно, что я имею в виду. Ну так вот, российские войска находились в Крыму в соответствии с международным договором, а наличие там российской военной базы. И российские войска действительно помогли жителям Крыма провести референдум о своей, а, независимости, и, б, о желании присоединиться к Российской Федерации. И никто не имеет права отказать этим людям в том, чтобы они реализовали право, предусмотренное статьей 1 Устава Объединенных Наций. То есть, Крым вы не вернете, Крым ваш, это вы хотите сказать? Крым, в соответствии с войлой изъявлением людей, которые живут на этой территории, является частью Российской Федерации, субъектом России. И, знаете, еще чтобы было понятно совсем и совсем откровенно. Вот мы вели диалог с нашими партнерами, и с европейцами, и с американцами, повторяю еще раз, исключительно дипломатическими мирными средствами. Нам ответили на вот эти наши попытки вести диалог таким способом и договориться о приемлемых решениях, нам ответили поддержкой государственного антиконституционного переворота на Украине. И дальше у нас не было никаких гарантий в том, что Украина завтра не станет частью Североатлантического военного блока. В этих условиях позволить, чтобы историческая российская территория с преимущественным этническим русским населением ушла вот туда, в какой-то международный военный альянс, при том, что сами жители Крыма хотят быть частью России, извините меня, по-другому мы просто поступить не могли. Итак, Франсуа Оланд пригласил вас во Францию, в Париж, в Нормандию. Вы с ним уже хорошо знакомы. Можно ли двигаться дальше и можно ли сказать, что между вами доверительные отношения? Думаю, да. Думаю, да. У нас... Вы думаете или вы уверены? Ну, до сих пор я так считал. Я не вижу оснований думать иначе. У нас добрые, у нас очень хорошие межгосударственные отношения. И нам еще очень многое нужно сделать в плане расширения экономических связей. Но всегда были очень доверительные личные отношения, что помогает вести и служебные дела. Надеюсь, это и сохранится. Вы говорите о доверительных отношениях и о военных, экономических. Вы уже заплатили больше миллиарда евро за два вертолета «Нос-Мистраль». И российские моряки должны приехать в Сен-Назер через несколько дней. Вы дали им такое разрешение поехать во Францию? Да, конечно. Я надеюсь, что мы в цивилизованном мире живем. Мы все будем исполнять свои обязательства, в том числе и контрактные обязательства. Но я слышал много разговоров по поводу того, что есть мнение не передавать России эти корабли. Вы знаете, что у нас в России было много противников этого контракта. И их много достаточно. Но если Франция решит не передавать, значит, ее решение, тогда верните деньги. Но это не даст нам возможности, конечно, развивать отношения в военно-технической сфере. А так, в целом, мы готовы и к расширению нашего взаимодействия, и к новым заказам, может быть. Если на то будет воля наших французских партнеров. Несмотря на внешнее давление, вы просите Францию поставить эти вертолет-заносцы. А если Франция это сделает, вы, возможно, разместите и другие заказы, так? Мы ничего не просим. Мы рассчитываем на то, что наши французские партнеры будут исполнять контрактные обязательства. И если это произойдет так, как мы договаривались, то мы не исключаем каких-то новых заказов. И не обязательно в сфере военного судостроения и в других сферах тоже. В целом, у нас очень неплохо развивается это отношение. И мы хотели бы и готовы их развивать дальше. И в области авиации, судостроения, по другим направлениям. Мы очень хорошо сотрудничаем в космосе и в Куру. А Франция, по вашему мнению, это суверенная и независимая держава, к которой прислушиваются. Каково ваше отношение к Германии по сравнению с Германией? Вы говорите с Ангелой Меркель по-русски и по-немецки. А Франсуа Алланд не знает русского языка, вы не знаете французского. Можно ли сказать, что вы говорите на одном языке? Это не мешает нам незнание с моей стороны французского и русского со стороны Франсуа. Не мешает нам говорить, по сути, на одном языке. Даже через переводчиков мы хорошо понимаем друг друга. Что касается уровня суверенитета, повторяю, любая страна, вступающая в определенные военные союзы, добровольно передает часть своего суверенитета над национальным органом. Для России это неприемлемо. Что касается других стран, это не наше дело. Сами страны должны определять, что и как действовать, и как поступать. Но в этой связи мне вспоминается и традиция галлизма, и генерал Деголь, который защищал суверенитет Франции. Мне кажется, что это достойно уважения. Есть и другой пример, пример Миттерана, который говорил о Европейской конфедерации, кстати говоря, с участием России. И мне представляется, что ничего еще не потеряно, имея в виду будущее Европы. Я хотел бы поговорить о США. Через несколько дней вы встретитесь с Бараком Обамом, вы будете за несколько метров от него. Но похоже, что он не хочет с вами разговаривать. Как будет происходить эта встреча? Как будут развиваться отношения между самой богатой страной мира и самой большой, самой крупной страной мира? Как вы можете не разговаривать? Ведь есть потребность в этом. Ведь война недалеко. Что-то, ну, во-первых, вы преувеличиваете насчет того, что война недалеко. Вы какой-то такой агрессивный журналист. Ну, откуда вы взяли, что война недалеко? Зачем вы нас всех пугаете? Что касается разговора... Потому что Украина рядом. Ну и что? И именно там идет война, и когда он говорит об этой войне, она как раз... Там идет не война, там идет карательная операция центральных властей против своего народа. Это не война между государствами, это разные вещи. Что касается... Это должна быть прекращена. Я считаю, что у господина Порошенко есть уникальный шанс. У него пока руки не испачканы кровью, и он может приостановить эту карательную операцию и начать прямой диалог со своими гражданами на востоке и юге своей собственной страны. Что касается отношений с Обамой, я не забыл этот вопрос. У меня нет основания полагать, что он совсем не хочет общаться с президентом России. Но в конце концов, это его выбор. Я всегда готов к диалогу, и думаю, что диалог – это лучший способ навести мосты. До сих пор мы с ней общались, созванивались, говорили по телефону. Сейчас у вас проблемы в отношениях между Россией и США. Это проблемы в отношениях двух держав или проблемы в отношениях двух людей – Барака Обамы и Владимира Путина? Проблемы между странами всегда есть, тем более между такими крупными странами, как Россия и Соединенные Штаты. Они всегда были, но я не думаю, что их нужно доводить до какого-то крайнего предела. Во всяком случае, это не наш выбор. И я готов к общению со всеми своими партнерами, в том числе с президентом Обам. Так вы готовы разговаривать, и вы сожалеете о том, что это не происходит. Но у вас нет ощущения, что Америка сейчас хочет окружить Россию, ослабить вас лично, Владимира Путина, и, возможно, изолировать вас на международной арене. Вы сегодня очень вежливо разговариваете, но вы видите реальность. Я вижу реальность, но вы же сами сказали, что Россия – самая большая страна в мире по территории. Окружить её очень сложно. А потом мир настолько быстро меняется, что даже виртуально это сделать практически невозможно. Но мы, конечно, видим попытки администрации США надавить на своих союзников, используя свои явные лидерские позиции в западном сообществе для того, чтобы повлиять на политику России. Политика России будет проводиться исключительно, исходя из наших национальных интересов. Мы, конечно, учитываем мнение наших партнёров, но будем руководствовать интересами российского народа. Господин Президент, это очень удобный случай, что вы 6 июня встретитесь с Обамой. Если бы вы встречались с Хиллари Клинтон, возможно, всё было бы хуже. Она несколько дней назад сказала, что то, что делает Россия в Восточной Европе, это похоже на то, что делал Гитлер в 30-е годы. Знаете, с женщинами лучше не спорить и лучше не вступать с ними в пререкания. Но госпожа Клинтон и раньше не отличалась особым изяществом в выражениях. Ничего, мы с ней встречались после этого и мило беседовали на различных международных мероприятиях. Думаю, что в этом случае можно было бы найти общий язык. Но когда люди переходят определённые границы, это говорит не о их силе, а о их слабости. Но для женщин слабость — это не самое плохое качество. Помимо женщин, нужно их уважать. Конечно, я уверен, что вы их уважаете. Вы считаете, что она зашла далеко, и во многих СМИ очень много карикатур появляется по этому вопросу, и в том числе с вашим участием. Какая ваша первая реакция? Гнев, желание наказать или посмеяться? Мы никогда не видели, как вы смеётесь. Я как-нибудь доставлю себе вам это удовольствие. Мы вместе с вами посмеёмся, ещё неоднократно это хорошая шутка. Но когда я вижу какие-то крайние высказывания, повторяю ещё, я вижу, что у людей просто нет аргументов больше. А это не самый лучший аргумент, крайние высказывания. Что касается политики самих Соединённых Штатов, то не секрет, что самую агрессивную, самую жёсткую политику в защиту своих собственных интересов, так как понимают это американские руководители, проводят именно Соединённые Штаты. Причём из года в год. Наших войск, а за границей нет практически российских. Американские войска везде за границей, везде во всём мире американские военные базы. И они везде принимают участие в решении судеб других народов, находясь за тысячи километров от своей собственной границы. Поэтому упрекать нас в том, что мы что-то нарушаем, мы по сравнению... Это очень странно со стороны наших американских партнёров. Вы сделали какие-то усилия по поводу военного бюджета. И на данный момент президент России принимает ли он какие-то особые решения по безопасности и обороне, поскольку общий климат опасен? Да, значит, по поводу военного бюджета. Так, для справки, не все это знают, специалисты знают, но не все. Военный бюджет Соединённых Штатов Америки, о которых мы только что говорили, превышает военные бюджеты всех стран мира, всех стран мира вместе взятых. Так кто проводит агрессивную политику? Что касается нашего бюджета, он у нас в процентном отношении к ВВП практически не увеличивается. Небольшой, небольшой, на десятую долю процента. Но мы хотим перевооружать свою армию и флот на современной высокоинтеллектуальной базе, сокращать количество и улучшать качество. У нас есть целая программа, она не вчера возникла, это программа перевооружения, не в связи ни с какими событиями на Украине. Это плановая работа, и мы будем это делать. Господин президент Сирии Башар Асад только что был переизбран вновь на пост президента без каких-либо усилий. Вы можете на него повлиять? Почему вы не попросите его прекратить те зверства, которые творит его армия? Вы знаете, зверства там творятся со всех сторон. И не в последнюю, а, может быть, в первую очередь, со стороны экстремистских организаций, которые в большом количестве расплодились в Сирии. Но знаете, что больше всего беспокоит? Религиозные, исламистские. Совершенно точно, и организации связаны напрямую с аль-Каидой. Их там полно, это даже уже никто не отрицает. Это общий факт, общеизвестный факт. Но нас больше всего беспокоит, что Сирия может превратиться, если мы будем действовать неаккуратно, в какое-то подобие Афганистана, в рассадник, абсолютно неуправляемый рассадник террористической угрозы. Кстати говоря, в том числе и для европейских государств. Потому что вот эти экстремисты, которые сегодня там сидят, они рано или поздно переберутся в другие страны, в том числе и в Европу. Мы не совсем понимаем, почему вы, Владимир Путин, вы хотите модернизировать Россию, но вы поддерживаете человека, который убивает свое население, который покрыт кровью. Как это может быть? Объясню. Очень просто и доходчиво. И надеюсь, меня большинство зрителей и слушателей французских поймут. Мы очень боимся распада Сирии, так же, как это произошло, допустим, в Судане. Мы очень боимся ситуации, которая может сложиться такая же, как в Ираке. И очень боимся превращать Сирию в какое-то подобие Афганистана. Вот почему мы хотим сохранить легальную власть и потом постепенно вместе с сирийским народом, вместе с нашими партнерами в Европе и в Соединенных Штатах думать о том, как преображать это общество для того, чтобы делать его более современным, более жизнеспособным и более гуманистическим. Я хотел бы поговорить о вашей стране, о России. Как бы вы описали политический режим, который сейчас в России? Некоторые говорят, что это демократия, некоторые говорят, что это огромная территория, поэтому нужна жесткая рука. И как Владимир Путин определяет то, что называют режимом Путина? У нас нет никакого режима, связанного с конкретным человеком, в том числе и с действующим президентом. У нас совершенно стандартные демократические государственные институты, которые, конечно, имеют какую-то свою собственную специфику. В чем эта специфика заключается? Она заключается в том, что подавляющее большинство наших граждан склонно опираться на свои исторические традиции, на свою историю и, если можно так сказать, на традиционные ценности. И, на мой взгляд, это является определенным фундаментом, элементом устойчивости российской государственности. Но в этом нет ничего особенного, в этом нет ничего такого, что связано и персонифицировано с личностью президента. Но и, кроме всего, надо не забывать, что совсем недавно у нас начали внедряться демократические стандарты и институты. Этот процесс находится в состоянии постоянного развития. Можно ли быть оппозиционером в России и не рисковать своими связями, своей репутацией и избежать наказания российским? Полно оппозиционеров. У нас большое количество оппозиционных партий. Мы совсем недавно либерализовали регистрацию политических партий. У нас уже десятки партий, которые принимают участие в муниципальных и в региональных выборах. Можно быть личным оппозиционером Владимиру Путину и избежать рисков? Вы знаете, если Вы послушаете некоторые наши радиостанции, посмотрите некоторые телевизионные передачи, то, я Вас уверяю, Вы еще вряд ли найдете какой-то аналог подобной оппозиционной деятельности во Франции. Конечно, в России всегда были такие периоды порядка и авторитарной власти. Но в эпоху интернета может ли страна развиваться ограниченной свободой? Нет, невозможно. А мы интернет не ограничиваем. У нас есть определенные… Вы знаете, что мы не делаем, сразу кто-то пытается найти какой-то элемент, противоречащий принципам демократии, в том числе и в интернете. Есть у нас ограничения или нет? Я считаю, что нет. Некоторые наши оппоненты говорят, что нет, это невозможные ограничения. Какие у нас ограничения? У нас, например, есть ограничения, связанные с запретом в интернете. Пропаганда способов самоубийства, пропаганда наркотиков, педофилии. Вот у нас какие запреты. И что здесь такого? И гомосексуальность – это другое дело, это не педофилия. Это не так. Это не так. У нас нет запрета на гомосексуальность. У нас есть запрет на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Это разные вещи. Понимаете? Вот в Соединенных Штатах, о которых мы говорили, есть уголовная ответственность в некоторых штатах США. Уголовная ответственность за гомосексуализм. У нас нет вообще никакой ответственности. Есть запрет на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. И мы вправе защищать своих детей. И мы будем это делать. – Мы хотим поговорить об окончании вашего президентского срока в 2018 году. Мы хотели бы поговорить о рабочих лагерях. И вот эти вещи нас на Западе удивляют. Допустим, Пуссирают были приговорены к рабочим лагерям. Это не была нормальная тюрьма. А закроете ли вы эти лагеря к концу вашего срока? – Это не лагеря. Это зона, где люди ограничены в свободе, но они могут жить более или менее нормальной человеческой жизнью. Но это не тюрьмы, в которых человек не может заниматься трудовой деятельностью. Вообще тюрьма, где человеку запрещено заниматься трудовой деятельностью – это самый худший способ наказания. И я не думаю, что мы должны всех людей переместить в такие учреждения, где человек лишается свободы. Я думаю, что это гораздо хуже, чем то, о чём вы сказали. – А кто убедил вас в том, что у вас есть особая миссия для России? – А почему вы решили? – А откуда вы взяли, что я считаю, что у меня есть какая-то особая миссия? У меня есть доверие моих избирателей. За меня проголосовалось выше 63% избирателей Российской Федерации. Я считаю, что у меня есть общенациональный мандат на проведение внутренней и внешней политики. Я в соответствии с этим мандатом буду исполнять свои обязанности. – И в долгой истории России, вы имеете в виду русский или советский модель? – Вы считаете, что у вас есть какой-то пример в истории России? Вы ориентируетесь на советскую или российскую модель? – Вы знаете, я с большим уважением и любовью отношусь к отечественной истории и культуре. Но мир развивается, и Россия развивается вместе с миром. Россия – часть современного мира, не вчерашнего, а современного. И я думаю, что у нее даже больше будущего, чем у некоторых других стран, которые не могут позаботиться о своих молодых людях, о поколениях, о своих нарождающихся, о своих детях. Думают, что это все можно пустить на самотек. – Последний вопрос, господин президент. – Американский журнал Forbes назвал вас в 2013 году самым влиятельным человеком мира. Вам это польстило? – Знаете, я взрослый человек, и я в состоянии понять и понимаю, что такое влияние в современном мире. В современном мире влияние, прежде всего, определяется такими факторами, как экономика, оборона и гуманитарные влияния. Полагаю, что касается обороноспособности России, то в этом смысле наша страна является, безусловно, одним из лидеров в мире. Потому что это ядерная держава, и по качеству нашего ядерного оружия мы, пожалуй, реально занимаем, может быть, даже первое место в мире по качеству. А что касается гуманитарного влияния, то это тоже предмет нашей гордости, имея в виду великую русскую культуру, литературу, живопись и так далее. Что касается экономики, то мы реально отдаем себе отчет в том, что нам еще очень много нужно, чтобы занять какие-то лидирующие позиции. Хотя за последнее время мы сделали большие шаги вперед, мы превратились в пятую экономику мира. Это, в общем, для нас успех, но этого недостаточно. Владимир Путин, история еще не знает, что останется от этих лет, от эпохи Путина. Что бы вы хотели, чтобы осталось, и хотели бы, чтобы вас считали потом демократом или человеком, который вышел из авторитарной системы? Я бы хотел, чтобы меня считали человеком, который сделал максимум, на что он был способен, для счастья и процветания своей собственной страны, для своего народа. Большое спасибо и прекрасные поездки во Францию, господин президент. Спасибо и полчай. Спасибо, полчай. Спасибо, полчай. Спасибо, Курим, очень спасибо. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Субтитры нею Carmel Харёвановым. ... Приш beat французский